Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. 30-летний юбилей белорусской пионерии. Тема нашей сегодняшней беседы. Знакомьтесь с гостем программы и присоединяйтесь к нам. Артем Николаевич Карпенко. Председатель Гомельской областной организации общественного объединения Белорусская республиканская пионерская организация. Родился в 1993 году в Гомеле. После окончания Гомельского государственного колледжа железнодорожного транспорта белорусской железной дороги работал помощником машиниста тепловоза. В 2018 году окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление экономика. В 2020 году получил степень магистра государственного управления. В настоящее время возглавляет организационно-кадровый отдел Гомельской областной организации белорусского общества Красного Креста. На вопросы, которые касаются деятельности областной пионерской организации, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Артем. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Обычно в эти дни пионеры, октябрятые, вожатые со всех уголков страны собирались в столице, чтобы отметить День пионерской дружбы. Но, видимо, в этом году самый яркий праздник белорусской пионерии пройдет в каком-то другом формате. Да, действительно, он пройдет в другом формате. Не стоит думать о том, что из-за этого наш костер добра, пионерский костер добра, станет менее ярким. Он, наоборот, наверное, с новыми силами и вдохновением будет пылать. Будет пылать только в данный момент, конечно, в условиях непростой эпидемиологической ситуации, на просторах интернет-пространства. Для нас это тоже достаточно интересный на сегодняшний день опыт о том, как можно организовать ребят, массово организовать ребят. Потому что сегодня Белорусская республиканская пионерская организация – это самое массовое детское движение, общественное объединение среди всех общественных объединений, которые работают с детьми. Поэтому действительно для нас интересно сегодня посмотреть то, как дети реагируют на наши призывы в интернет-пространстве. То, как они сегодня отзываются на наши конкурсы, которые мы сегодня предлагаем им участвовать. То, как они участвуют в проектах, с каким задором. И можно сказать, что действительно вот это первое время, когда мы ушли на усиленную работу дистанционную, показало о том, что ребятам по-прежнему интересно пионерское движение. Им по-прежнему интересно быть объединенными одной идеей, такими же сверстниками и ребятами, вместе достигать каких-то целей и задач во благо Родины и сейчас заниматься этим через интернет-пространство. Ну и вместе с тем, конечно, День пионерской дружбы, он никак не может обойтись без друзей. Поэтому мы решили в этом году, ввиду эпидемиологической ситуации, сделать несколько другой формат. Мы сделали акцент именно на дружинах. Артем, мы продолжим эту тему. У нас дожидается телезритель, чтобы задать свой вопрос. Здравствуйте, мы слышим вас. Алло. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Можно, вот как обратиться, чтобы у нас по Гомелю провели разъяснительные беседы детям, как и младшего школьного возраста, так и среднего и старшего школьного возраста. В отношении растений, чтобы дети не ломали, не полили траву, а то очень много, когда группа, а когда один ребенок, или это девочка, или это мальчик, они ломают, стараются, как можно больше веток, или само дерево, а то кустарники, или подпаливают траву. И потом ходят, вот какое крутое. У меня получилось эти деревья поломать. Здесь мой папа ставит машину. Спасибо. Можно провести разъяснительную беседу. Спасибо большое за звонок. Ну, не думаю, что это такое уж массовое явление, но, к сожалению, встречаются. Подобные разъяснительные беседы проводятся среди пионеров? Ну, здесь, конечно, Белорусская Республиканская Пионерская Организация больше придерживается такого подхода, что делом докажи то, чего ты стоишь. И у нас есть очень массовое Тимуровское движение. Это то самое движение доброе, которое сохранилось с пионерии еще Советского Союза, в котором есть очень много направлений. Одно из направлений – это экологическое. В рамках данного направления ребята проводят множество мероприятий. И одно из мероприятий – это, например, сбор макулатуры. Мы говорим о том, что давайте мы будем собирать макулатуру для того, чтобы меньше деревьев рубить и использовать растения. А потом по весне у нас множество проходит акции, и пионеры никогда не остаются в стороне от недели леса. Когда своим трудом мы призываем ребенка к тому, что посади дерево и следи за ним, смотри, как оно растет, как оно развивается. И, конечно, когда ребенок участвует в подобных акциях, он уже не будет, наверное, делать таких дел, потому что он же помнит, что, ага, если я здесь что-то сделаю плохое, то там есть где-то мое дерево, и там тоже могут с ним точно так же отнестись. Поэтому такое доброе… Да, это действительно лучше любых слов. Должительное, может быть, отношение через дело только прикрепляться. И любых нравоучений, да, работает именно это. Есть еще один звонок у нас на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста, вы уже в эфире. Здравствуйте, это вам звонят из города Добруша. Моему сыну 10 лет. Я бы хотела задать вопрос, в каком возрасте принимают пионеры? Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые телезрители, еще раз. Что касается возраста пионерской организации, то у нас есть два, две стадии, скажем так, когда дети могут принимать участие. Это в 7 лет наши ребята становятся октябрятами, они готовятся к взрослой пионерской жизни, они изучают законы, традиции пионерские, они пытаются уже включаться в работу, в наши дела, изучают устав. И в 10 лет уже пионер, октябренок, может изъявить свое желание на то, чтобы стать и носить гордое звание пионер. Таким образом, вот в 7 лет мы вступаем в октябрят, а в 10 лет мы уже становимся пионерами. Можно миновать этап, вот этот начальный, и вступить сразу в пионерскую организацию? Безусловно, разные бывают ситуации, например, ребенок вначале где-то не распознал до конца интерес в нашей организации, да, и в 7 лет он не захотел становиться членом нашей организации. Где-то, может быть, были разногласия такие с родителями, такое тоже бывает. И мы к этому тоже спокойно относимся. И потом, например, к 10 годам, там, в 9 лет где-то, ребенок все-таки говорит, что это интересная для него организация. И он хочет не быть. И тогда, конечно, мы его готовим, чтобы в 10 лет он уже вступил и стал пионером. Поэтому, конечно, этот этап может быть пропущен, но все же мы призываем к тому, что наши ребята должны вот вкушать в нашу пионерскую жизнь и идеи пионерии вот с 7-8 лет, когда их принимают в октябрят. И тогда легче влиться в эту работу и влиться вообще в коллектив пионерской жизни. Артем, мы говорили с вами о том, как в условиях пандемии пришлось перенастроить, переорганизовать работу пионерии, в основном вывести ее в онлайн. Да, да. Удалось ли это сделать эффективно? Потому что тоже, наверное, и возможности у всех ребят ведь разные. И в отношении техники тоже. Да, конечно. Но сегодня, наверное, очень трудно найти ребят, которые не имеют смартфона с минимальными требованиями выхода в интернет. Сегодня, наверное, очень тяжело найти ребят, которые не зарегистрированы в социальной сети ВКонтакте или в Инстаграме. Многие регистрируются и в Фейсбуке, знаю, да. Поэтому с этой точки зрения технически ребята сегодня в Гомельской области готовы. Сложностей нету, да? Чтобы они работали, да, через интернет-пространство. Ну, а у нас, конечно, было несколько дискомфорт, если можно сказать это, конечно, дискомфортом, потому что мы не были готовы к резкому такому переходу и переводу всех наших проектов в интернет-платформу. У нас был ряд проектов, которые запланированы, и они шли в течение года именно на базе интернет-пространства. Ребята заходили в наши социальные сети, находили какие-то задания и выполняли их. И вот по окончанию учебного года будут подведены итоги. Но вот у нас был достаточно интересный другой проект. Он должен был быть не в интернет-пространстве. Называется он «По следам победы». И уже мы успели провести дружинный этап, мы успели провести районные этапы. И вот в апреле уже должен был пройти областной этап, но мы не смогли его уже провести по известным всем причинам. И, конечно, здесь нам надо было очень быстро сработать к тому, чтобы все старания ребят, которые они вкладывали в районный дружинный этап, чтобы они не пропали зря. Потому что дети, они старались, они учились, они готовились. И надо было им предоставить платформу для того, чтобы завершить все этапы – областной и республиканский. И таким образом мы перевели наш очный этап в заочный, в интернет-пространство. Получился достаточно интересный областной квест. И следом мы провели, вот сейчас будем проводить, завершать республиканский квест. И мы надеемся, что ребята наши, которые будут представлены Жлобинским регионам нашим, достойно примут участие в республиканском финале и займут призовые места. Вообще дети и интернет – тема, конечно, непростая. Наряду с доступностью информации, полезной для здоровья, для учебы, для развития, есть много контента, который может оказаться вредным и даже опасным. Порассуждать на эту тему мы попросили гомельчан. Давайте выслушаем ответы. Пользоваться интернетом детям, ну, только если в учащихся целях. Поменьше давать в игрушки, играть. А если в образовательных целях, то почему бы и нет? Я не вижу причины, чтобы запрещать, потому что интернет дает информацию. Это свободный доступ к владению тех же книг, которых, ну, сейчас в библиотеках может быть дефицит этих книг, или пойти купить. Тоже не у каждого есть своя возможность. Интернет дает и бесплатно, и быстро, и удобно, так как можно использовать поисковые структуры. А зрение они не посадят себе? Они зрение больше посадят, если будут смотреть телевизор. Детям самим? Нет. Потому что интернет – это такое место, где не только хорошую информацию можно найти, но и плохую. Но с позволения родителей, то есть в компании именно родителей, которые, я думаю, более здраво могут оценить ту информацию, которую поглощают дети. Ну, наверное, только в каких-то обучающих целях, мне кажется. И очень аккуратно надо. Ну, сейчас, тем более, когда многие сидят дома. Привыкают к интернету, и потом проблемы начинают со здоровьем, со зрением, и так малоподвижными становятся. И я лично против. Надо что-то ограничивать, конечно, но в принципе можно. Когда в меру, под контролем родителей, недолго можно. Мы это делаем, мы разрешаем. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня о работе пионерской организации. Артем, а какую позицию по присутствию детей, таких достаточно еще маленьких, в сети вы разделяете? Ну, вы знаете, очень хочется съесть тот плод, скажем, который запретный. Очень хочется попробовать то, что запрещают, особенно в детском возрасте. Поэтому, с моей точки зрения, запрещать чего-то делать ребенку, особенно что-то познавать в интернете, наверное, нельзя. Это с одной стороны. Но с другой стороны, здесь очень важно наполнить интернет тогда полезным контентом для ребенка. И направить его в том русле, чтобы ребенок изучал для себя что-то полезное. Чтобы он не просто так там проводил время и встречался с информацией, которая, может быть, ему еще по возрасту не положено знать. Или чтобы он, может быть, просто проигрывал это время впустую, если можно сказать, так тратил. Поэтому, конечно, Белорусская Республиканская Пионерская Организация ввиду этого, как мы уже говорили с вами ранее, провела ряд таких мероприятий именно на базе интернет-пространства, на базе наших социальных сетей, а в котором ребенок может находиться в социальных сетях. Мы призываем его там общаться, быть дружелюбным, таким же добрым, честным и справедливым, но и полезным. То есть вот он приходит к нам, например, да, он может там рассказать о том, какое доброе дело сделал он за сегодня, как пионер. Выставить фотографию, лучшая фотография там, например, получает какой-то приз или подарок. Или он заходит к нам и выполняет очередной этап какого-то конкурса, да, и таким образом он занимается саморазвитием. И он в интернете, и он учится, и ему это нравится, и в этот момент, именно в этот момент для него интернет полезен. Поэтому мы считаем, что запрещать Яра сегодня интернет нам, кажется, не надо, потому что мы от этого сегодня никуда не уйдем. Интернет – это стала наша жизнь, это такой, наверное, ресурс, без которого тяжело сегодня представить нашу жизнь, да. Но и вместе с тем в интернете просто надо вести правильную работу для того, чтобы и ребенок тоже мог научиться фильтровать ту информацию, которую необходимо там искать и пользоваться, а которой, может быть, и не надо, может, которую просто надо пропустить. Конечно, эту культуру тоже, пользование интернета надо и воспитывать, и прививать с детства. Если пустить все на самотек уже в таком возрасте, когда детям 8, 9, 10 лет, то, конечно, дальше будет сложнее уже это как-то ограничивать. Белорусская пионерия – самая массовая детская организация. Сколько ребят сегодня в Гомельской области объединены этим движением? Сегодня в Гомельской области объединено более 90 тысяч октябрят и пионеров региона. Если говорить про процентный состав, чтобы было более, может быть, понятно, да, то это ребята от 7 до 14 лет, порядка 70% объединены в нашу организацию. Поэтому, конечно, большинство ребят сегодня находящихся в школе, а в школах у нас формированы в каждой школе пионерская дружина, они большинство являются пионерами либо октябрятами. Поэтому действительно сегодня важно в каждом учреждении образования проводить такую большую работу именно по привлечению, с одной стороны, пионеров и октября, да, а с другой стороны, по их удержанию. Потому что нельзя сегодня просто принять ребёнка в пионеры и потом, чтобы ребёнок забыл об этом движении, положил галстук, как говорится, на полку, да, и с грустью вспоминал, что он потом его никуда не одевал, его никуда не приглашали. А здесь, конечно, в этом плане много чего зависит от учреждений образования и педагогов-организаторов, которые являются, ну, скажем так, нашими внештатными, добровольными пионервожатыми организаторами пионерского движения. И, пользуясь, может, уже возможностью, мне бы хотелось сегодня в преддверии праздника поблагодарить всех сегодня организаторов пионерского движения, наших наставников, которые ранее развивали это движение, высказать искреннее слово благодарности за то, что вы сегодня делаете, за то, что подсказываете, наставляете, за то, что организовываете эту работу в каждой пионерской дружине. Поверьте, у нас очень много, да, более 500 пионерских дружин в регионе. И мы все вместе делаем большое дело на благо нашей Родины, на благо наших детей, на благо того, чтобы у каждого ребёнка было действительно счастливое детство. В моём детстве в пионеры принимали только самых лучших, те, кто хорошо учился, кто себя как-то успел проявить. А сегодня всех желающих? Ну, безусловно, каждый пионер должен себя проявить каким-то образом, а он должен проявить себя с хорошей стороны, потому что просто так прийти и сказать, что я хочу быть пионером, сегодня невозможно. Потому что для того, чтобы стать пионером, мало того, что надо изъявить желание, но ещё и надо прийти в свой совет дружины и доказать, что ты можешь носить это гордое звание. Чем? Ну, делами, поступками, учёбой, естественно, потому что если где-то есть вопросы с учёбой, у нас были такие моменты тоже, когда мы, например, надо было ехать на какой-то областной или республиканский этап, да, и мы говорили, что подожди, вот давай ты пока вот подтяни, например, математику, потом поедешь, обязательно поедешь, но здесь ещё есть какой-то недочёт. То есть здесь вот и делами, и всё должно быть в комплексе, и воспитательная работа, и образовательный процесс, ничего не должно быть упущено. И тогда пионерская дружина, совет пионерской дружины – это такие же сверстники, как и он сам. Они смотрят, грубо говоря, досье каждого ребёнка и определяют, готовы они к себе в ряды взять данного претендента на звание пионера или не готовы. То есть пионер по-прежнему всем ребятам пример? Безусловно, безусловно. То есть это тоже, с одной стороны, не так просто, да, ну и, конечно, мы стараемся не погасить то желание ребёнка быть пионером. То есть если где-то, например, есть какие-то шероховатости, есть какие-то проступки, мы стараемся, наоборот, его научить, сказать, вот смотри, давай, ты больше так не делай, через неделю мы посмотрим, если всё хорошо, приходи, мы будем с тобой работать тоже. А вот это очень важно, потому что интерес детей, он такой сиюминутный, его легко очень сбить. Есть вопрос у нас. Мой ребёнок ещё не является пионером, может ли он участвовать в пионерских мероприятиях и играх? Людмила из города Добрушина. Да, такие вопросы тоже поступают, и поступают они и со стороны организаторов пионерского движения, и родителей, и детей самих. Мы, безусловно, сегодня, мы же говорим о том, что пионеры – это равно дружба, это равно добро. И мы, безусловно, сегодня говорим о том, что каждый может быть сегодня участником наших мероприятий. Мы не ограничиваем. Но вместе с тем, конечно, если ты один раз поучаствовал, тебе понравилось, да, второй раз поучаствовал, тебе понравилось. Конечно же, мы предлагаем такому ребёнку всё-таки вступить в члены нашей организации, потому что, ну как, вот ты приходишь на мероприятие, да, у тебя есть пионерский галстук, ты знаешь, что ты в своей, грубо говоря, молодёжным сленгом тусовке, и кто-то приходит без пионерского галстука, да, но и сам ребёнок, который пришёл без пионерского галстука, он себя не так уютно чувствует, да, и как бы ты чувствуешь, что уже окружающие смотрят, что нет, наверное, как-то всё-таки надо подумать о том, что стоит тебе быть с нами, ты с нами всё-таки или ты не с нами. То есть мы не ограничиваем, но всё-таки опыт показывает больше то, что ребята действительно, они один, второй, третий раз могут прийти, не будучи членами нашей организации, ну а потом их объединяет, это наша идея, наши мероприятия, они признаются в том, что они хотят стать пионерами, и мы их принимаем. Любое мероприятие, любой конкурс, поездка куда-то, спортивные соревнования, любой проект, всё это так или иначе, как правило, требует финансовых вложений. Вот как финансируется эта пионерская организация? Что касается пионерской организации сегодня, то стоит отметить, я уже ранее тоже говорил, что наши организаторы пионерского движения – это исключительно наши добровольцы. Это общественная нагрузка для педагога, который сегодня занимается развитием пионерской организации как в районе, так и в пионерской дружине. Где-то это нам тяжеловато даётся, да, потому что всё-таки хотелось, чтобы такая массовая организация имела какую-то более чёткую структуру с точки зрения отдельных людей, которые занимаются только пионерской организацией. Но вместе с тем мы в сегодняшних реалиях и вместе с управлением образования при поддержке нашего сегодня главного управления образования нашли компромиссы и нашли возможности, как сегодня организовать эту детскую интересную общественную работу на местах, в тех реалиях, которые есть. А с другой стороны, пионерская организация, конечно, совсем немного, но имеет членские взносы, которые пионер и октябрёнок, их родители, законные представители уплачивают только при вступлении. То есть, например, в 7 лет ребёнок изъявил желание быть октябрёнком, а родитель, законный представитель уплачивает 4 рубля членского взноса, но это только один раз при вступлении. И потом он становится пионером, точно так же вот этот уплачивается членский взнос. Это небольшие членские взносы, с учётом того, что они уплачивают один раз в жизни фактически, конечно, тоже где-то позволяют нашей организации быть на плаву. И мы сегодня с благодарностью относимся к родителям, которые понимают и участвуют в поддержке таким образом нашего движения. Артём, на нашем портале Viber передают вам привет из Мозыря, приглашают к себе, поздравляют с юбилеем пионерского движения грядущим. А пишут о том, что очень благодарны за активную работу и приглашают приехать. Но до того, как вы туда отправитесь, там уже побывали наши корреспонденты и подготовили сюжет. Привет, Мозыре! Во время приезда нашей съёмочной группы члены пионерской дружины имени Михаила Борисова 16-й Мозыреской средней школы были заняты действительно полезным делом. В прошлом году они выиграли республиканский конкурс малых грантов, что позволило реализовать проект «Память сквозь поколения» и создать мобильную игру «Победа». Теперь наработками здесь готовы поделиться с любой пионерской дружиной Беларуси. Это очень уникальный проект, потому что наши ребята провели колоссальную исследовательскую работу. Они работали в библиотеке, они штудировали интернет, они разрабатывали все вопросы очень интересные, прорабатывали литературу, прорабатывали картинки, QR-коды. Ну, в общем, уникальность этой игры состоит в том, что даже если учащийся игрок этой игры не знает ответа, то он может навести свой телефон и с помощью QR-кода узнать правильный ответ. Среди пионерских организаций виртуальные игры патриотической направленности сегодня вообще очень популярны. Причём не только среди пионеров, но и более младших школьников. В 11-й средней школе «Октябрята» вообще разработали и представили на республиканском пионерском конкурсе малых грантов проект «Октябрятский лэпбук» – награда специальной прежюри. Мы октябряты пионерской дружины именем Владимира Семененко. И сегодня спешим рассказать вам, что мы с радостью играем в игру «Пароль Октябрёнок». Наша команда «Октябрятский лучик». Эта игра очень увлекательная, куда интереснее компьютерных и телефонных игр. С нетерпением мы ждём каждый новый выпуск газеты «Зорька», где получаем новый маршрут и создаём свой дневничок. Мы уже придумали символ нашего города, разгадали анаграммы профессий. И составили маршрут по малой родине. Эта игра нас объединяет. Мы стали дружить ещё больше. Жизнь пионерской дружины 11-й Мозорьской школы обязательно фиксируется на видеокамеру, после чего отснятая выкладывается в Инстаграм. Виртуальная и реальная для нынешних школьников неразделимы. Немаловажно, я считаю, деятельность нашего тимуровского отряда «Прометей». Мы регулярно посещаем ветеранов и пожилых людей, оказываем им посильную помощь, а также приносим всегда сувениры и подарки от наших юных пионеров и октябрят. «Зажги костёр добра», «Огонёк приглашает друзей», «Равнение на знамя». В принципе, сегодня пионерских конкурсов в Беларуси немало. Главное – не сделать их формальными. Как минимум, в Мозорьском районе это удается. К сожалению, в этом году свои коррективы внесла пандемия коронавируса, в связи с чем некоторые запланированные мероприятия пришлось отменить. Тот же плацпарад прошёл только на районном уровне. Хотя в 11-й школе результатами всё равно довольны. В 2018 году наша команда стала призёрами в заключительном этапе республиканского конкурса «Равнение на знамя» в номинации «Плацпарад». И, конечно, они заняли третье место. Мы не хотели подвести своих предшественников, и это у нас получилось. Ну, а самое главное, что за время подготовки мы все стали настоящими друзьями. В связи с тем, что в эти дни школу посещают не все пионеры и октябрята, продемонстрировать весь свой творческий потенциал в 11-й Мозырьской школе не смогли. Но заверили, что обязательно сделают это во время нашего следующего приезда. Здесь действительно есть чем гордиться. У нас есть своя изюминка. Нам интересно мир познавать, себя хотим мы показать, быть интересными для всех, и впереди нас ждёт успех. Вы смотрите «Диалог» председатель Гомельской областной пионерской организации Артём Карпенко. Сегодня у нас в гостях. Артём, какими проектами именно наших пионеров в Гомельской области вы больше всего гордитесь? Ну вот мы уже услышали два проекта, которые были реализованы в городе Мозыре. У нас второй год реализовывается на уровне республики достаточно интересный проект. Называется «Конкурс малых грантов» пионерской организации, которая направлена на реализацию тех инициатив, которые рождаются непосредственно в пионерских дружинах. Вот две мы уже услышали. В этом году ещё третья инициатива тоже присоединилась и была поддержана ещё также и в Добружском районе. И если говорить вообще про наше участие в этом конкурсе, то, конечно, мне сегодня хочется поблагодарить всех пионеров, потому что такого активного участия, как у нас в Гомельской области, на уровне республики, наверное, нет ни у кого. В этом году мы направили на республиканский этап порядка 30 проектов, а это 30 инициатив совершенно разных в разных сферах, которые были представлены на суджюри для того, чтобы в дальнейшем получить какую-то финансовую поддержку для реализации. И мне, конечно, очень сегодня приятно говорить о том, что многие проекты, которые, например, были не поддержаны членами жюри республиканского уровня, они были поддержаны на местном уровне. И в этом большая заслуга и местных председателей районных советов, и отделов образования, учреждений образования. Поэтому, конечно же, инициатив у нас очень много. Ну вот проект – это слово такое, достаточно общее. Мне интересно, чем такие еще маленькие дети могут быть настолько увлечены, настолько погружены, какой в итоге продукт, интересный для других, какая-то игра, да? Или что это может быть, исследование, фотографии, видео? Что они могут сделать? Только что мы слышали, это достаточно яркий, с моей точки зрения, проект, да, когда ребята создали настольную игру. Настольную игру, она, с одной стороны, просто развлекательная, с другой стороны, весьма образовательная. Потому что для того, чтобы выполнять и ходить шажками по игровому полю, для того, чтобы сделать следующий шаг, тебе надо ответить на ряд вопросов. А ты на них не ответишь, пока ты не изучишь что-то или иной материал. И вот, как тоже говорила педагог-организатор, для того, чтобы его изучить, этот материал, надо по QR-коду, используя QR-код, используя свой смартфон, прочитать, изучить, дальше ответить, рассказать своим сверстникам и идти дальше. То есть очень важно, что те проекты, которые сегодня инициируют наши пионерские дружины, они наполнены смыслом. Это не просто развлекательный характер. Это, если можно так не назвать, развлекательно-образовательные проекты. Очень, конечно, мне импонирует то, что много проектов, которые когда-то зарождались в Гомельской области, они сегодня поддерживаются на республиканском уровне. Когда-то было предложено сделать такой интересный проект, попробовать, как он пойдет среди пионеров. Это пионерская игра «Что, где, когда». Мы собирали юных интеллектуалов у себя в Гомельской области лучших, и название лучшего пионера интеллектуала проводили такие игры «Что, где, когда». Сегодня это уже трансформировалось у нас в республиканский уровень и называется более модным словом, немножечко другие подходы, но суть осталась та же, это пионерский квиз. А ведь в пионерском квизе тоже, если участвовать, то для того, чтобы там участвовать, ты должен владеть той тематикой вопросов, которая готовится. И, к слову, в этом году она была достаточно обширная. Один блок вопросов касался непосредственно 70-летия Победы. Но это святое. Конечно, многие проекты сегодня у нас направлены на то, чтобы ребята больше познавали истории и чтили память наших героев, дедов и бабушек. А с другой стороны, мы также и вспомнили о тех героях сегодняшнего дня. Мы вспомнили о героях вторых европейских игр, о том, как эти европейские игры организовывались у нас непосредственно в Республике Беларусь, какие гости к нам приезжали, какие победы были непосредственно достигнуты Беларусью в этих играх. Поэтому, конечно, это один проект, который вышел на республиканский уровень. А второй проект, он носит спортивный характер. Чирлидер, чирлидинг, пионерский чирлидинг. Он, конечно, пошел тоже с Гомельской области. Благодаря нашему тесному сотрудничеству с региональным отделением Федерации по чирлидингу, нам удалось вначале где-то точечно выбирать команды, которые приезжали и в Гомеле показывали мастер-классы, и показывали, как это интересно, здорово, задорно. Потому что где-то смотришь фильмы, особенно зарубежные. Вот там красиво дети танцуют, группы поддержки есть. Это все интересно. И детям вроде тоже бы хотелось, а специалистов, возможно, не так много. И мы решили, что зачем это делать профессионально, если это можно сделать любительски, но тоже интересно, классно и с нашей целью. И мы таким образом под белорусские мотивы, скажем так, под наши национальные где-то мотивы сделали такой пионерский чирлидинг. Он давался вначале три района участвовало, потом с каждым годом нарастало, нарастало. Сегодня в региональных наших отборах в Гомельской области участвует каждый район. Вначале дети участвуют, малыши октябрят, а потом участвуют пионеры. И это, конечно, очень приятно заметила республика. Это посмотрело, что это красиво, достойно и интересно. И уже вот который год подряд организовывается республиканский такой фестиваль. И да, тоже внесли коррективы, ребята вот рассказывали, да, что прошел только региональный отбор в этом году, еще не успели мы провести областной отбор. Но уверяю каждого пионера, который готовился к областному отбору, уверяю ребят, которые, возможно, из других регионов нас смотрят, и которые в апреле были готовы приехать в Гомельскую область для того, чтобы сражаться уже в республиканском финале. Осенью мы все наверстаем, мы встретимся все вместе в городе Гомеле и выявим все-таки лучших наших танцоров, лучшие группы поддержки. Поэтому до встречи осенью. И это, к слову, к тому, что пионерская организация сегодня не только в интернет-пространстве, она также организует достаточно масштабные форумы, детские форумы. И вот наяву, скажем так, в живом общении. Потому что в республиканском финале у нас планируется, и мы этот проект все-таки осуществим, планировалось, что примет участие порядка 600 детей. 600 детей должны были собраться в городе Гомеле. Несколько лет назад пионерская организация получила, на самом деле, такое новое дыхание. Был проведен ребрендинг, это изменение основной стилистики. Понравилось ли это ребятам, оценили ли они? Ну, я уже, наверное, говорил об этом и повторю еще раз, что в нашей организации мы стараемся все вести от пионеров, от детей. Мы у них спрашиваем, как должна развиваться организация, что должно в ней делаться, что нравится, что не нравится, куда дальше идти. И когда мы слышим детей, тогда рождаются какие-то новые идеи, проекты и инициативы. И вот проект с ребрендингом, это тоже проект сегодня, который назрел от ребят. И ребята говорят, а давайте, вот есть у нас официальная символика, мы ее уважаем, есть официальный пионерский галстук, но есть же неофициальные будни, да. Есть неофициальные встречи какие-то. И вот здесь хотелось ребятам, чтобы у них был какой-то тоже свой символ, свои значки какие-то, чтобы они их тоже объединяли в таких неформальных встречах. И мы провели такой-таки ребрендинг, если можно назвать. Но это не ребрендинг, сколько, наверное, больше визуализация непосредственно нашей организации. Появился новый значок, он также напоминает сегодня огни, огонь, да, пылающий огонь, детей пылающих, которые хотят творить на благо Родины, скажем так, да. Но он немножко другой, он неофициальный, он стилизированный. Мы пошли дальше, спросили у ребят, нравится? Да, нравится, круто, крутые значки, крутая символика. Очень много чего интересного у нас появилось и из раздаточного материала, да, из промо-продукции. Понравилось детям. Мы пошли дальше, мы спросили, говорим, хорошо, а вы хотите, чтобы был у нас свой какой-то девиз, либо слоган, и хотите ли, чтобы был талисман? Да, хотим. Мы говорим, хорошо, так предложите нам. На республиканский этап нашего вот этого призыва поступило более тысячи работ. И вот мы потом уже председателями областных организаций и детская палата, тоже у нас есть такое разделение взрослая палата, да, и детская палата, где непосредственно ребята принимают решения. Мы изучали все эти работы и обнаружили то, что вот почему-то наш рысенок, который у нас сегодня и на гербе города Гомеля, да, официальным символом города является, да, он почему-то полюбился детям больше всего. Вот ранее на экране мы видели как раз фотографии, фотосессии с тем рысенком, который получился, и здесь тоже Гомельская область была впереди. Нам очень приятно о том, что именно из города Гомеля этот рысенок приехал, заявка была из железнодорожной районной организации пионерской, и она победила, и сегодня это символ всей страны. Это символ пионерии страны, да, если хотите, это символ сегодня детства, да. И второй вопрос был, это слоган, какой слоган вы хотите, чтобы все-таки был привязан сегодня к пионерии. И ребята все в один голос сказали, что БРПО, территория детства, это как ничто, наверное, важное, интересное, и емко рассказывает о том, что такое пионерская организация сегодня. Действительно, очень красивые фотографии, познакомиться с ними можно в ваших группах, в социальных сетях, классные. Да, заходите, пожалуйста, на наш сайт brpo.by, знакомьтесь с нашими новостями, что сегодня происходит в жизни пионерии, ну и ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграме, там тоже очень много интересных фотографий и контента, который, возможно, заинтересует и вас. Артем, ведь детские организации есть во всех странах, может быть, они как-то иначе организованы, но, в принципе, суть похожа. Поддерживаете ли вы отношения, поддерживаете ли международное сотрудничество с ребятами из других стран? Вы знаете, да, с многими мы встречаемся, и очень приятно сегодня говорить о том, что многие наши коллеги, и в том числе и сферы образования, которые посещают нашу страну, изучают нашу организацию, говорят, что очень хорошо, что в нашей стране осталось именно пионерское движение, такое задорное, какое оно когда-то задумывалось, да, и каким оно сегодня стало. Многие этот опыт приводят именно в плюс и хотели бы развивать это у себя в странах, но при этом, конечно, многие страны пошли разными путями, и совершенно недавно в Российской Федерации создалась новая структура детская, называется Российское движение школьников. РДШ в сокращении. Мы сегодня достаточно плотно работаем с ними. Мы, в частности, плотно работаем со Смоленской региональной организацией. Мы также работаем с Российским союзом молодежи Смоленской области. И это все наши друзья, которые поздравляют нас в празднике, с которыми мы встречаемся, и также есть встречная обменная визита, и мы надеемся, что в будущем, возможно, летом, когда ситуация станет немножко проще, да, мы съездим друг к другу. И последний вопрос на сегодня. Артем спрашивает у нас на Вайбере, а вы были активным пионером? Я вот нисколько не сомневаюсь, что Артем был в школе самым активным ребенком. А чем больше всего нравилось заниматься в школьной жизни? Ну, вы знаете, я как раз еще из того поколения, которое успело вступить в пионеры, уже в новые пионеры, белорусские пионеры. Но, к сожалению, вот я ранее говорил о том, что очень не хотелось бы, чтобы такое было сегодня и в других школах, когда тебя приняли в пионеры, а галстук ты положил на полочку, и он где-то вот лежал. У меня очень много впечатлений от того, как меня принимали, и, к сожалению, не так много впечатлений, когда меня вовлекали в какую-то деятельность как пионеры. И сегодня, конечно, все свои усилия как председателя я вкладываю в то, чтобы у детей не было в будущем вот таких отзывов, как у меня. Да, таких потом воспоминаний. Спасибо огромное за сегодняшний диалог. Председатель Гомельской областной и пионерской организации Артем Карпенко был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова